Просто этот цикл мне опять не понравился, и поэтому я разрушаю вашу вселенную. Эта школа должна быть где-то здесь. Так, так, так. Ну что, урод, принес бабки? Сегодня последний день. Парни, ну вы же знаете, что я из бедной семьи. У нас элитная школа, чтобы в ней учиться, нужно заплатить не только директору, но и нам. Но мои родители не платили. Школа выделила два места для бедных. И я прошел по конкурсу на одной из них. Прошел по конкурсу, прошел по конкурсу. И что это был за конкурс? Кто самый крутой нищеброд? Нет, я лучше всех решил задание по математике, физике и иностранному языку. Нам тут выскочки не нужны. Мы тут все элита. Если хочешь с нами учиться, плати. Но у меня нет денег. Мне даже родители на школьные обеды не дают. У них очень маленькая зарплата. Мне пофиг, какая у них зарплата. Ну зачем вам деньги? Вы же богатые. Вот именно, мы богачи и родители у нас богачи. А богачи всегда издеваются над бедными и забирают у них бабки. Это закон природы, понял, урод? Все, мое терпение лопнуло. Нету кэша, значит будешь нашей боксерской грушей. Ты должен отработать, чтобы заслужить право учиться в нашей школе. Эй, что вы тут делаете? Что происходит? Ты еще кто такая? Иди, куда шла? Отпустите его быстро! О, Ренат, посмотри, у нас тут защитница появилась. Что, Илюша, сам не можешь за себя постоять? Тебя, тебя и телки защищают. Это что, твоя подружка? Страшненькая какая-то. Я ее впервые вижу. Отпустите его, я сказала! Отстаньте от парня! А то что, расцарапаешь нам рожи? А я думаю, у тебя не получится допрыгнуть до наших лиц. Ты слишком мелкая и ручки у тебя короткие. Ах, ручки у меня короткие. Короче, вали отсюда, не мешай, мы занят. А ну отойдите от него, ублюдки! А иначе я подпалю ваши самодовольные рожи! Ладно, ладно, мы все поняли. Убери эту штуку! А ну быстро, отошли от него! Ромыч, пошли отсюда, эта баба, походу, сумасшедшая. Ну как, ты в порядке? Да вроде, спасибо тебе, конечно, но я бы и сам их раскидал. Да я заметила, ага. Тебя как зовут? Илья, а тебя? Меня Кира. Я буду учиться в этой элитной школе. Выиграла место по квоте. Встать сможешь? Да, я в порядке. Так вот, значит, кто выиграл квоту вместе со мной. Ты тоже из бедной семьи? Да, я смогла приехать учиться только сейчас. Моим родителям пришлось многое продать, чтобы купить билет в этот город. А что, здесь все богачи такие уроды? Или есть нормальные? Ты знаешь, наверное, все. Просто кто-то чуть хуже, кто-то чуть лучше. Ладно, пойдем, покажешь мне, как тут все устроено. Нам надо держаться вместе. Поодиночке они нас загнавят. Мы вчера с Никитой и его родителями отдыхали на их яхте. Это было так здорово! Ага, праздновали так, что не заметили. Случайно врезались в яхту родители Евы. Ой, да пофиг, мы новую купим. У моего папы в каждом порту по яхте стоит. Кстати, Лето, зачем ты сегодня приехала на зеленом аморгине в школу? Он же не подходит под твой цвет глаз. Ой, девочки, это ужас. Сегодня поругалась с мамой из-за этого. Оказывается, ей нужен будет мой красный парше, чтобы поехать на шопинг. Она сегодня, видите ли, захотела надеть красный шарфик, и поэтому ей нужна была моя машина. Ой, все эти ваши тачки отстой. Сейчас модят дорогие мотоциклы. Мой папа купил мне их целых 300 штук, и я могу менять мотики каждый день. Ой, ты знаешь, мне в мотоциклах не нравятся шлемы. Они вечно портят прическу. И, кстати, я недавно читала, что подросткам лучше едет с водителем. Еще чего. Мы что, малыши, чтоб нас возили? Мы богатые самостоятельные личности. Эх, повезло ли не с отцом. Он ей мотики покупает и построил даже для них многоэтажную стоянку. А мой мне даже за руль не разрешает садиться, переживает за мою безопасность. И поэтому каждый раз тебя в школу привозят на вертолете? А, ну, родители владеют авиакомпанией, и они не очень любят машины и мотоциклы. Кстати, может быть, слетаем вместе на выходные на Бали? Арсений, ты же знаешь, что мои родители это не одобрят. Доход вашей семьи на один миллиард меньше, чем у нашей. У нас нефть, а у вас всего лишь какие-то самолете. Ну, ничего, когда я возглавлю компанию, я сравняю наши доходы, и ты все равно выйдешь за меня замуж. Капец, походу у нас будет еще одна нищебродка. И она совсем дурная на голову. Я вообще не понимаю, что за дурь придумал директор школы? Отдать два места бедным? Ну, наверное, он хочет казаться хорошим в глазах общества. Вот и решил заняться благотворительностью. И что это новенькое учудило? Да мы там прессовали этого новенького нищеброда Илью. А она нас чуть не спалила зажигалкой и освежителем воздуха. Эти бедняки такие уроды. Уроды, как так можно? Здравствуйте, меня зовут Кира. Я буду учиться вместе с вами. Ага, мы очень рады. На самом деле, нет. Как ты понимаешь, мы не любим бедных. Вы для нас никто и ничто. Так-так-так, что мы имеем? Нищенка со шмотками из секонд-хенда. Чем, говоришь, она вас пугала? Освежителем воздуха. Что? Нет денежек на духи. И ты решила, что будешь хорошо пахнуть, если побрызгаешься освежителем воздуха? Ха-а-а! Офигеть, я угадала. А тебя у меня тяжелый сортира. Даже у нас вместо освежителя в туалете дорогие французские духи. А может быть, будем звать тебя не Кира, а Кира из сортира? Парни, и вы не могли ее обломать? Учитесь, как надо разговаривать с нищебродами. Да, она реально сумасшедшая. Она могла нас подпалить. А может быть, мы зря с ней так, потому что человек первый день в школе. Я что-то не поняла, милый. Тебе что, она понравилась? Тебе понравилась Кира из сортира? Это нищенка? Да нет, что ты, я просто так сказал. Ромчик, я бы на твоем месте не злил Еву. У нее папа оружейный барон, и у нее всегда с собой оружие. Да, любимый, Арсений прав. Так что даже не вздумай давать ни повода для ревности. Да-да-да, не переживай. Ну что, пошлите в класс. Кстати, с сегодняшнего дня у нас есть новая боксерская груша. Илюша. Так что, можете отрабатывать на нем удары. Клево. Груша Илюша и Кира из сортира. СМЕХ Блин, какая же я дура. Зачем я взяла в школу с собой этот освежитель? Никогда бы не подумала, что богатые подростки могут быть такими злыми. Груша Илюша и Кира из сортира. Груша и Кира из сортира. На полу. Чтобы не пачкать своими грязными и вонючими шмотками наши элитные стулья. Да, Рома? Ну, как бы да. Твое место на полу. Да вы что, совсем оборзели? Вы что, хотите сказать, что вам учителя так позволяют себя вести? Эх, ты просто не знаешь, какие тут учителя и на что они способны. Зря мы выиграли эту квоту. Так, так, так. Что тут у нас? У нас тут грязная беднячка не хочет знать свое место. Сейчас разберемся, класс. Здравствуйте, мои любимые детки. Здорово, Лобла. Это что, вот так вот в этой школе проявляют уважение к учителям? Именно за это платят их родители. Этим детям можно все. Так устроен мир. Меня, кстати, зовут Виолеттой Борисовной. Но нашим ученикам можно называть меня Лоблой. Все. Но не вам. Надо объяснять, почему. Потому что мы бедные. Вот именно. Так, как там тебя зовут? Кира? Ты та самая новенькая нищебродка? Ее зовут Кира из Сортира. Отлично, Кира из Сортира. Иди садись там рядом с Ильей. Там теперь твое место. Ну как же так? Это несправедливо. Мы ведь честно выиграли обучение в этой школе. Это маловолнующий фактор. Оно брызть на место. А тебя воняет дешевым освежителем. Не переживай, человек ко всему привыкает. Только не я. Я найду способ, как им отомстить всем. Оно брызть на место.